Учитель, это звучит гордо, немало людей посвятили свою жизнь преподаванию. Одна из них Гульзада Бердегожина, а учитель-ветеран Куантай Шакаманова принимала участие в открытии первых казахских классов в Чербактинском районе. Наш корреспондент продолжит. Гульзада Бердегожина трудовую деятельность начала в 1986 году. С тех пор 38 лет трудится на преподавательской работе. После окончания педагогического вуза в областном центре сразу вернулась на родину и приступила к трудовой деятельности. Это моя третья школа. Сначала я работала в своем родном женауле. В 90-е годы была заучим в Назаровской средней школе и преподавала химию. В 2001 году я приехала в школу имени Абая Кунанбаева по собственному желанию, потому что хотела работать в казахской школе. 23 года я здесь. На выбор стать учителем химии повлиял школьный педагог нашей героини. Через интересные уроки, которые она получила, будучи ученицей, она выбрала химию. Сейчас помимо преподавания этого предмета, работает в учебном заведении в качестве заместителя директора по учебной работе. Работа непростая. Готовлю все основные документы школы, составляю учебный план, распределяю учебные нагрузки учителей. Также составляю расписание занятий. Ветеран-педагог Куантай Шакаманова принимала участие в открытии первых казахских классов в Щербактинском районе. В 1994 году Аким района вынес постановление о том, что необходимо открыть казахскую школу. Затем мы сами отремонтировали старое здание, основали новую школу. Было 80 учеников и 10 учителей. Тогда я начинала работать учителем биологии. Куантай Шакеновна не перестала трудиться, хотя достигла пенсионного возраста. Всю свою жизнь она воспитывала подрастающее поколение, написала книгу об истории района, о тех, чьими именами были названы улицы районного центра. Валентина Леонова, Жанасыл Серегбол, Евгений Оленик, Ирты Сакпарат из Щербактинского района.